Мы находимся на выставке Prodexpo, разговариваем с нашими гостями и партнерами. Яна, скажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания и как дела у вас в 2019 году? У нас все замечательно, и мы очень рады участвовать в очередной раз в выставке Prodexpo. Мы занимаемся уже более 20 лет производством имитированной икры и продуктами из рыбы, рыбными паштетами, а также морской капустой. Как-то повлиял на вас НДС то, что повысилась в стране ставка? Вы меняли цены, поднимали их? Ну, сами понимаете, что да, на нас эта ситуация не могла не повлиять, потому что это повлияло и на цены наших поставщиков, и, к сожалению, на наши цены тоже. Мы максимально сдерживали рост цен для того, чтобы не повредить нашему потребителю, но, тем не менее, ситуация сложная не только для страны в целом, но и для нас, конечно, тоже. Икра – это такой элитарный продукт, VIP. Есть ли какая-то эластичность, то есть заметил ли покупатель вот это небольшое повышение для потребителей икры? Заметно или нет? Вы не обратили внимания на важный момент – это имитированная икра. Поэтому это как раз продукт эконом-класса, и он доступен уже для достаточно широкого круга покупателей, в отличие от натуральной икры. Он практически не отличается по своей органолептике и вкусовым качествам от натуральной икры. Это, кстати, показала и выставка в том числе. В прошлом году мы проводили здесь слепую дегустацию, и да, люди не могли отличить натуральную икру от имитированной икры, и лишь немногие знатоки смогли обозначить, где какой продукт. Поэтому, на самом деле, с нашим продуктом уже гораздо проще потребителю, потому что он может его купить вне зависимости от того, насколько высоко поднялись цены на натуральную икру в преддверии Нового года, новогодних праздников, в преддверии сезона зимнего. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми гостями.